Друзья мои, а вот так начинается утро в Мерсине. Рассвет. Сейчас время 6.25 по турецкому. Всем привет, друзья мои. В этом видео вы увидите три полезных совета для хозяюшек, а также добро пожаловать в мой дом. Утирайте ноги и приступайте вместе со мной к уборке. Ну что, поехали? Начинаем? И первый мой полезный совет. Ромашка. Друзья мои, в лечебных и профилактических целях я вам просто рекомендую принимать ромашку, потому что она обладает антибактериальным, патагонным, при снижающем газообразовании, стимулирует процессы пищеварения, спазмолитическое действие у нее, противовоспалительное, сосудорасширяющее, седативное и противотревожное, когда у вас такая депрессия есть, а также болеутоляющее, действительно, анестезирующее действие у нее, анальгетическое действие. Она очень целебная. Вот сегодня я встала, у меня такой был бескомфорт, тяжесть, спазм в желудке. Хотела выпить ножку, но остановилась, вспомнила, что у меня есть ромашка. В Турции она продается в таком виде. Я быстро заварила ее в таком чайничке. Она настоялась у меня на минут 10. И вот я это приняла, вот такой раствор. И у меня через 10 минут, у меня все успокоилось. Было так плохо сегодня, когда проснулась. Ромашку можете принимать по такому стаканчику 2-3 раза в сутки. Она не имеет противопоказаний. Это изоболевание желудочно-кишечного тракта. Гастриты, какие-то эрозии. Она успокаивает обезболивающий эффект. Она выводит из организма все токсины, эти камушки, мелкие камушки, песок. При циститах, различных дискомфортах во время мочи и спускания. В общем, у нее очень много положительных рекомендаций. Вы посмотрите, что ваше состояние намного улучшится. А это дерево счастья. Он будет принимать у меня душ. Друзья мои, вы уже догадались, что у меня сегодня уборка генеральная. Генеральная в моей большой комнате. И обратите внимание на эту тряпку. Чудо-тряпку, которая везде пригодится. Можно и сделать паузу и выпить моего любимого из кафе. Затем продолжить. Ой, силы прибавились сразу. А что я работаю дальше? Сегодня прессия День Матери. Анель Эргюнин. И государство всем женщинам, матерям дарят бесплатно такие цветочки. Мой муж сейчас был в городе, пришел и принес мне два таких цветочка. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех мамочек с мира, счастья, здоровья. Гордитесь с нами детками, чтобы они, как эти цветочки, радовали вас каждый день. С праздником, дорогие мамочки. Всем хозяюшкам на заметку. Девочки, я хочу с вами поделиться, как я мою окна очень самым простым способом. Мне понадобится только такая тряпка. Протерла эти окна. Дальше вот такой вот рулон возьмите салфеткой. И просушите. Все, ваши стекла чистые. И знаете, что этой тряпкой я убираю все, и мебель протираю все. Посмотрите, как блестят. Никакой химии, никаких средств, ничего не надо. Только вот такая тряпка и рулон салфеток. И ваш дом будет чистым. А это, друзья, вкуса турецкая. Такой запах был на всю квартиру, что я не смогла удержаться. И решила сесть, выпить кофейка. Еще один совет полезный для всех хозяюшек. Твити, одеколон и зажигалка. Зачем они мне понадобятся? И вот видите, журнальный мой стол, он в пятнах. Отчего? Потому что пролилась, пролился чай или еще что-нибудь. И появляются такие белые пятна. Так, посмотрите, как от них избавиться. Как бы вам показать так? Света. Ну, они, видно эти. Вот смотрите, я наливаю одеколон на это пятно. Поджигаю. Вы видите? Горим, мы горим. Сейчас я это, пока оно горячее, протираю. Посмотрите, пятна нету. Так что, воспользуйтесь моим советом. Вы видите, у меня тут много пятен. И я хочу побольше их вот так вот разотру. Когда скатерть не видно, сейчас я устрою такой пожар. Так, поехали. Друзья, гори! Так, смотрите. Короче, я сразу же вытираю. Где сгорело, нету пятен. Вот здесь надо оставить чуть-чуть. Вот тут еще. Друзья, это вообще такой способ. Я не знаю, химия-физика, но это срабатывает. Он зажигается и быстренько так. Вот и все. Друзья мои, посмотрите на мой стол. На нем нет ни одного пятнышка. Воспользуйтесь, пожалуйста, хозяюшки, моим советом. Для этого нужен одеколон, зажигалка и салфетка белая. И все. Друзья мои, на этом сборка моей комнаты закончилась. Самой большой комнатой в моей квартире. Вот, все почистила, помыла цветочки. Поменяла местами. Посмотрим, как понравится ему это место или нет. Ну что? Надеюсь, вы воспользуетесь моими советами. Ну что, друзья, на этом мой день, моя уборка подошел к концу. Я специально пока хотела показать вам о мой дом, поближе познакомить вас со мной, потому что мне кажется, что вам интересны мои видео и я становлюсь к вам ближе. Поэтому я хочу делиться с вами полезными советами, присутствовать хоть как-то в вашей жизни. И спасибо вам за ваши просмотры, друзья мои. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Светлана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова